Вот это все мы своими руками делали. Например, вот с Надеждой Ивановной, вот я эти гвозди сама заколочила в шифер. Потому что говорят, ты легонькая, как обезьянка, мы будем подавать шифер, а ты колоди, да? Вы универсал прям, специалист широкого профиля. Финальный этап конкурса Вологодской подворья стартовал в области. Сегодня конкурсная комиссия во главе с заместителем губернатора Михаилом Глазковым посетила дом Беляевых в Шекснинском районе. 22 головы крупного рогатого скота, куры, гуси, утки и картофельные и капустные плантации. Все это семья Беляевых создала вдвоем, муж и жена. Здесь мы построили ферму в 2008 году по решению Шекснинской администрации. Они нам сказали в добрый путь. Это были очень самые приятные пожелания. Мы выбрали это место здесь родина, потому что прапрадед Вениамин Иванович основал эту деревню. Нам захотелось именно пожить в этой деревне и поработать, потому что на пенсии очень много времени. То, что на природе выращивать скот, соприкасаться с природой, с растениями, это великое благо, это полет души. И мы это сделали на голом месте, построили скотный двор, продали две квартиры. В районе мы кормим где-то 71 семью на сегодня. Чтобы мы не покупали скот, мы своими руками вырастили весь этот скот. В самом подворье мы работаем, в принципе, по дедовским методам, вручную. Но на это у нас хватает времени. Встаем мы в 4 утра, днем отдыхаем. В 11-12 часов ночи мы ложимся спать. И так по кругу. Но мы не устаем. Мы бодры, здоровы. И в течение 15 лет мы не болели. У нас даже не было никакого насморка. Потому что здесь кругом великолепны травы. Можно заваривать чай, делать настойки. И мы не болеем. И не собираемся болеть лет до 100. Вот 12 вот таких хороших. Помощников, да? Это в музе, да. Сегодня, 26 июля 2017 года, у нас стартовал областной этап конкурса «Вологодское подворье» в номинации «Ветеранское подворье». На самом деле, у этого конкурса уже достаточно серьезная история. И начиналось «Вологодское подворье» как раз вот с номинации «Молодежное подворье». Это был 2005 год. Но в 2009 году наши ветераны обиделись и говорят, почему молодежи такое внимание, а про нас начинают забывать. И с 2009 года у нас параллельно начался еще конкурс «Ветеранское подворье». И вот сегодня у нас прошел сначала по каждому району свой внутренний конкурс. И теперь мы выходим на областной этап. Сегодня мы находимся в Шекснинском районе, в таком лучшем ветеранском подворье у семьи Беляевых. Вы знаете, впечатление просто восхитительное. На самом деле, сталкиваясь с сельским хозяйством, с проблемами сельского хозяйства, очень часто приходится выслушивать о разного рода существующих и серьезных и объективных проблемах сельского хозяйства. Но когда мы сегодня пришли к нашим ветеранам, а я напомню, что по концепции у нас должно быть, по условиям, супруга должна быть старше 55 лет, а супруг старше 60 лет. А наши ветераны даже эту планочку немножко превысили. Но вот они работают и живут на земле. Они вдвоем выращивают более 22 головы крупнорогатого скота. Из них 8 дойных коров, 25 тонн молока они надаивают за год. И кроме этого, еще в подворье присутствует разная другая живность. Посмотрите, вот у нас картофельное поле рядом, капустное поле, более одного гектара. Причем практически без применения техники, там вот самые примитивные, там мотоблок, там мотокоса, но в основном своими руками. И достигают такого результата, что когда даже говоришь на вопрос, это же, наверное, очень тяжело. А говорят, да нет, это очень легко, это здорово, это приятно, это по-настоящему. И вот в этом весь смысл, наверное, есть, работе на земле и жизни на земле. Потому что люди относятся с любовью к труду и с любовью к жизни. И все у них получается. Оказывается, и сельское хозяйство, несмотря на такой возраст и на такие нешуточные объемы, которые себе не каждый фермер может позволить, может быть доходным. Говорю, какой секрет, а секрет отношения с любовью к земле и работа. Еще хочется больше, лучше работать, не покладая рук. Вот, и оптимизм свой там сеять, сеять, сеять. Чтобы люди на селе жили, работали и наслаждались красотой нашей земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова